Устали от скандала. Это общее настроение родителей воспитанников и персонала. Кто-то пришел за детьми после работы, Мария, потому что узнала о приезде съемочной группы. У сестры трое детей ходили в этот детский сад. Очень нравилось. Она обрадовалась, когда узнала, что сын получил сюда путевку. Замечательный детский сад, потому что в первую очередь я вижу это по своему ребенку. С каким настроением он идет в сад, с каким настроением он приходит. Он у меня один из тех детей, который рассказывает. Он может рассказать, что произошло сегодня сзади. Я обязательно его спрашиваю, что вы кушали, чем вы занимались. По мнению Марии, если бы произошло что-то существенное, то она бы точно об этом узнала. Елена Шабашова утверждает, что с ее внуком персонал поступил некорректно. В садике давали не целые фрукты, а дольки, что уже, по мнению женщины, неправильно. Более того, одна из нянь якобы пригрозила, здесь цитата, оторвать уши, если тот расскажет родителям. В жалобе еще с десяток пунктов, связанных с самыми разными аспектами, начиная от распорядка дня, заканчивая отношением заведующей к ней лично. Комиссия работала два дня. Кроме того, были направлены специалисты методической территориальной службы нашего управления, которые в течение недели наблюдали за проведением прогулок, за проведением образовательной деятельности в учреждении. Приезжал специалист Министерства образования Краснодарского края, который изучил документы нормативные детского сада, изучил образовательную программу сада, режим дня, график работы сотрудников, все циклограммы, личные дела воспитанников, ну то есть полностью всю документацию. Кроме того, также был сделан визуальный осмотр представителям. Представитель зашла на кухню, проверила по меню, сделала даже пробу продукта, и никаких нет замечаний, потому что там настолько достойно в детском саду, что претензий нет. Заведующая детским садом объяснила, фрукты режут на дольки, потому что по правилам детям положена строго определенная порция, иначе может возникнуть сыпь. Санитарное состояние пищеблока на постоянном контроле. Проверки проходят регулярно. Более того, недавно здесь сделали ремонт. Территорию детского сада стараются содержать в порядке усилиями персонала. Я лично считаю, что это придираются именно родители и бабушка, да, когда на самом деле беспочвенно причем. То есть мой ребенок, он контакт находит очень сложно с людьми, особенно со взрослыми. Я ее не могу ни с какой няней оставить, ни с какими бабушками. В садик она всегда идет охотно. Это говорит о том, что здесь ей нравится, да, и здесь подходят к детям не просто как к работе, а именно душу вкладывают воспитатели. Елена Шабашова пришла на прием к начальнику городского управления образованием. Она намерена добиваться своей правды. Извинения заведующей, потому что она была неправа в своем неправильном поведении. Да, что она признала, что у них есть ошибки, в общем-то. И что она неправильно с нами поступила. Претензии лично у нас, у нашего ребенка и у нас, а у других родителей, я не знаю, это их дело. В управлении еще раз внимательно изучат список претензий, дадут ответ в положенный срок. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.